Землеройка, когда оказывается на новой территории, она очень медленно двигает, она исследует там, где кустики, где камушки, где дорожки, все исследует. И потом, когда она же освоила территорию, поселилась на этой территории, она уже представляет, как эта территория выглядит, и уже, зная территорию своего проживания, она уже носится по дорожкам, зная, что это хорошие дорожки, бегает там, носится по дорожкам с большой скоростью. Вначале она кое-как там все изучала, потом с большой скоростью. И делали такие эксперименты. На дорожки ставили камень. Землеройка отлично знала этот маршрут, она неслась, что есть мочи, и носом утыкалась в камень. Удивительно было. Камень бежала дальше. Потом, на следующий день, она опять бежала со всей скорости и опять втыкалась в камень. Камень, удивительно, бежала дальше. И так вот она некоторое время носилась и каждый раз билась в камень. Потом как-то она пересчитала, как выглядит территория, и в ее картине мира тут есть камень. И она все время бежала, перепроделывала камень и неслась так уже. Все, уже носом не тыкалась. Как бы, называется, научилась на собственной ошибке. Потом исследователи этот камень убирали. И когда, хотя камня не было, землеройка бежала, там не было камня, но она перепроделывала и дальше носилась. И вот так вот она носилась. И ты знаешь, на самом деле, вот то, что нормально в одной ситуации, выглядит совершенно безумным в другой ситуации. Или вот лоси, да, которые приходят на водопой, и когда бывает водопой пересыхает, лос приходит, а воды нет. Вот это, да, и уходит. На следующий день опять приходит. Ничего себе, воды-то нет. И уходит. И так вот они приходят на водопой пересохший, и каждый раз искренне удивляются. Воды нет, да? То есть, вроде бы, ситуация поменялась, да? А у них в голове совершенно другая схема. Но не даром говорят, что вот во время войны летчики-ассы – это те, у кого разум может молниеносно перестраиваться, потому что ведь в воздушном бою много разных ситуаций, которые молниеносно меняются. И летчики-ассы – это те, которые могут молниеносно перестраиваться из одной ситуации в другую ситуацию. Так вот, драгоценные точно так же. Священное Писание дает нам определенные принципы. Но для того нам и нужен Дух Святой, чтобы в разных жизненных ситуациях понимать, какой нужен принцип сейчас. Какой принцип, чтобы Дух Божий говорил к нам. Поэтому мы не только читаем Слово Божье, но мы ведь и молимся. И мы молимся не только там за что-то или за кого-то. Мы молимся, чтобы Бог нам говорил, а как нам жить сегодня? А как нам правильно поступать в этой ситуации? Или в той? Казалось бы, что Библии нет? Да Библия-то у меня есть. Но ведь мы видим в Библии, как вроде бы в схожих ситуациях люди себя вели по-разному, потому что ситуации-то, может быть, внешние и схожие, но не совсем. И отцы церкви, Климент Александрийский, Ориген, Авва Дорофей, Иоанн Кассиан, они как раз писали о том, что, конечно же, ложь – это зло, но есть разные ситуации. Никто не говорил, что есть, как, знаете, как говорят, ложь во спасение. Но есть иногда некая необходимость. Необходимость. И Иоанн Кассиан спорил с тем же Блаженным Августином, показывая в Писании многие примеры этого. Другой тоже подвижник христианский, Иоанн Листричник, он такую вещь написал, я вам процитирую, «Когда мы будем совершенно чисты от лжи, тогда уже, если случай и нужда потребуют, и то не без страха, можем употребить ее». То есть, да, мы должны быть чисты от лжи, мы должны быть чисты от всякой неправды. Но отцы церкви и многие-многие великие подвижники говорили, что в жизни есть некие исключительные ситуации, которые, конечно же, не возникают каждый день, и не возникают все время, но некие исключительные обстоятельства, когда нужно быть действительно мудрыми, мудрыми. В такой точке зрения придерживался знаменитый пастор, служитель 20 века Гитрих Банхёфер, загубленный незадолго перед окончанием Второй мировой войны, крушением Германии. Вот этот немецкий пастор был убит, был казнен. И Гитрих Банхёфер, он присоединился в свое время к группе заговорщиков, которые стремились убить Гитлера. И, естественно, они не могли говорить часто правду, и часто даже должны были говорить что-то неправильное. И Гитрих Банхёфер говорил, что ложь, она бывает не только словесная, ложь может быть и в мыслях, ложь может быть и в поступках человека. И тогда, если брать вот этот пример Эммануила Канта, когда человек вроде бы формально говорит правду про своего друга, неприятелем, он здесь, то, может быть, он словами формально говорит правду, но своим поступком он выражает ложь, он выражает предательство. То есть он поступает как предатель. То есть иногда в жизни могут возникнуть ситуации, когда выбор не между хорошим и плохим, а между злом и ещё более худшим злом. Никто не говорит, что неправда – это хорошо. Конечно же, это зло. Но бывает есть выбор – зло, или намного более худшее зло, когда как будто возникают весы, на одной чаше ложь, а на другой ещё более ужасные вещи. И в этой ситуации правдоматка, она может быть губительна. Губительна. Поэтому важно, чтобы Дух Божий в каждой жизненной ситуации показывал нам, какое наименьшее зло. И в Священном Писании есть примеры этому. Есть рассказ о повивальных бабках в Египте. Помните, да? Которым фараон дал приказ, умерщвлять всякого новорожденного мальчика у евреев. Девочку оставлять в живых, а мальчика умерщвлять. Да, он был такой приказ. Но бабки-повитухи, написано в Писании, боялись Бога. Не исполняли приказ фараона и не убивали еврейских мальчиков. Фараон узнал об этом, разгневался и пришел к ним и говорит, «Вы что? Я же дал приказ». И тогда повивальные бабки сказали, «Ну, понимаешь, еврейские женщины – это такие женщины, это не то, что египетские женщины. Мы, когда приходим, там уже все, все уже родила. Все как-то. Такое чувство, что там на самом деле все просто рожали, манил на и нос на все, да? Вот. То есть, что они сделали? Они обманули. А если бы они не обманули, чтобы был бы уничтожен мужской пол в Израиле. Или другая, не менее знаменитая история из Ветхого Завета про Рааф, которая названа даже как пример веры нам в Новом Завете. Она вошла в родословие Иисуса Христа. Ее поступок был в том, что когда пришли саглядатые, ну, по-нашему, разведчики израильские, она их укрыла. И вот, когда власти Ерихона сказали, слушай, а где эти разведчики израильские? Рааф обманула. Сказала, ушли. Ну, уже ушли. Догоняйте. Сказал Рааф. На самом деле они были спрятаны. Я еще раз напоминаю, что всегда есть опасность. когда есть опасность, когда мы пытаемся, ну, значит, обманывать можно. Нет, 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 нет. Нигде в Библии об этом не говорится. Но возникают порой ситуации, когда есть намного более худшее зло. И в этой ситуации мы видим и бабки-повитухи, и Рааф. Что они делали? Они говорили неправду. И эти ситуации возникают особенно в болезненные моменты истории. Как мы знаем в гитлеровской Германии, когда фюрер старался окончательно решить еврейский вопрос, были люди, их, конечно, было не так много, но были люди, которые у себя в домах прятали евреев. Вот прямо похожи на тот пример, о котором говорил Кант. Но Кант жил в 17 веке до этого. И знаете, вот хорошо быть таким, вот как Кант, всю жизнь прожил в Кенигсберге, немецком городе тогда, без семьи, ходил на прогулки, писал свои труды, по нему сверяли часы, прожил такую жизнь, вот жить такой жизнью и вот так вот философствовать, вот так вот. А когда ты оказываешься в самом пекле, когда к тебе приходят вот гестапо и говорят тебе, а у тебя они спрятаны или нет? Они здесь находятся? И люди врали, чтобы спасти и себя спасти, конечно, и тех, кого они спрятали, чтобы и их также спасти. Или рассказ православных священников, когда православные священники на оккупированных территориях, есть рассказы, тоже были такие случаи, они писали евреям, тоже стараясь их спасти от гибели, липовые удостоверения, что эти евреи были крещены, что они поменяли веру, стали крещаемыми. Это, конечно, не сильно помогало, но они старались это делать. Это же тоже как бы ложь получается, это же неправда. Зачем ты выдаешь документы? Это ложь, всякая неправда, грех, ведь ты же их не крестил. Да, это нехорошо, но ведь на другой чаше лесов были жизни людей, жизни людей. Я понимаю, что мы живем в мире, когда все врут всем, мужья женам, женам мужьям, родители обманывают, детей обманывают. И легко, когда, знаете, а вот-вот. Но мы не берем вот эти случаи, потому что всегда важно, а какие мотивы стоят. Чаще всего за мотивами лгать стоит свое благополучие, свой успех, как-то получше выглядеть в глазах других, получше как-то устроиться в этой жизни. Вот из-за этого лгут. Обогатиться, чтобы из-за этого лгут. Но тут совершенно другие мотивы у людей были. Есть вот эти ситуации. Или вот еще история жизни. Не буду называть имен. Мать и дочь попали в автокатастрофу. Дочь погибла, а мать была в тяжелейшей ситуации. Как только мать пришла в себя более-менее, она спросила, что с дочерью. Если бы ей сказали, что дочь погибла, мать бы от стресса умерла. Ей сказали, все нормально, все нормально, с ней все хорошо. И только когда уже мать восстановилась, она узнала, что ее дочь погибла, когда она уже могла это перенести. И получается, что ей сказали? Ей ложь сказали. Но на другой чаше в лесу была ее жизнь. Жизнь. Или когда некоторые жены подвергаются насилию, их прячут в специальные дома, убежища от мужей насильников, которые избивают их, издеваются над ними. Эти мужья пытаются найти и выяснить, где она находится. бывают ситуации, когда вынуждены говорить неправду, вынуждены говорить неправду. И мы приходим, дорогие, с вами к такой вещи, что есть реально греховная правда. Я понимаю, что звучит парадоксально, но всегда ли это приводит к хорошему эта правда? Ведь если мы с вами посмотрим на Иуду, что он соврал? он правду сказал, он правду сказал, вот это Иисус, кого я поцелую, это что, это ложь, что ли? Это ложь, что ли? Нет, правда, но при этом он предал. Конечно же, драгоценное, можно не говорить всю правду, то есть не то, что ты лужешь, но не говоришь всю правду. Это, конечно, тоже называется как, ну, может, лукавит, всю правду, ну, не всю правду иногда говорит Иисус так вел себя, помните, когда ему задавали вопросы, когда Пилат его спросил, ты царь иудейский? Что Иисус отвечал? Ты, ты сказал. Тут тоже можешь сказать, ну, это же лукаво, Иисус, тебе конкретный вопрос задали, что значит ты сказал? Ну, ты увиливаешь, ну-ка давай-ка говори как есть, не увиливай давай, скажи-ка правду. Или мы, когда читаем с вами, Бог поручает Самуилу идти и помазать нового царя в Израиле, потому что Саул совершенно уже погряз в грехах, и нужен был новый царь. И тогда Самуил пошел, помните, чтобы помазать Давида. Но прежде чем Самуил пошел, он сказал Богу, Бог, но я боюсь Саула, когда Саул узнает, что я пошел помазать нового царя, что со мной будет? А что, Бог, что ему сказал? А ты скажи, что ты идешь совершить жертвоприношение. Ну, Господь, от кого, от кого, от тебя, такого мы не ожидали. Ведь он же идет, главное, это не для жертвоприношения, конечно, он там совершил жертвоприношение, но ведь его главный там мотив-то был другой, помазать нового царя. Что же ты это вот, как-то вот лукаво так, вот как-то вот, как-то вот нечестно. И опять я говорю, есть чаши, когда с одной стороны, может быть, есть неправда, но с другой стороны, еще большее, большее зло. и здесь самое главное, мотив, почему ты не сказал правду. Почему? Потому что цель сокрытия истины у разных людей разная. И опять я говорю, чаще всего человек пытается просто выгородить себя, оправдаться, выглядеть лучше, для собственной выгоды. Но бывают случаи других мотивов. И правда, сказанная не вовремя, правда, сказанная не для пользы, не для добра, является грехом, является чаще всего предательством.